Привет всем зрителям и слушателям! Привет! Вы видите и слышите Альбертыча, Стефаныча. Это значит, что в эфире шоу пикиных жилетов Альбертыч и Стефаныч клевещут. Альбертыч и Стефаныч клевещут. И мы уже, по-моему, 32-й раз радуем вас своими милыми голосами. Добрыми лицами. Хотя мне постоянно в комментариях пишут, что я выгляжу на видео как будто с бодуна. Не, ну, понимаешь, ты знаешь, как в анекдоте. С бодуна я, а выглядишь как с бодуна это ты. Шучу, но в самом деле. Да, в самом деле он очень рано просыпается. Безусловно, кто рано встает, тому Бог подает. Но Альбертыч тренируется. И Бог ему будет подавать все больше и больше. Он будет просто выглядеть как огурчик. Либо просто будет демонстрировать вместо себя фотографию огурчика. Ну, такого из-за спадки. Нет, это есть такой знаменитый герой мультсериала Рик и Морти. У меня есть байка, на которой Рик в виде огурчика. Это называется Пикл Рик. Так что ты почти угадал, в принципе. Я с этим огурчиком и хожу. У меня, кстати, сегодня утро началось с твоей фотографией, между прочим. Раз ты говоришь о фотографиях. То есть я взял планшет, как у меня будильник прозвенел, открыл Фейсбук, и там суровая фотография Стефаныча, на которой он пишет... Господи, кошмар какой! Что ты рассказываешь? Какие-то ужасы. Понимаешь, взял планшет, а с планшета смотрят такие мудрые, добрые глаза Стефановича. Понимаешь, просто анекдот про Штирлица был, помнишь? Да. Когда Штирлиц, да, или кто-то там, Борман, кто-то пошел, прости господи, в туалет, а оттуда изнутри, из унитаза на него смотрели добрые, задумчивые глаза Штирлица. Вот, тут как бы я прямо с планшета смотрю. Кстати, поздравляю всех с Новым Годом. Дело не в том, что постоянно находятся помяты запоя Альбертыча, а в том, что 1 сентября это день знаний. В постсоветских странах и 1 сентября дети идут в школу. Кстати, в западном извращенном мире, в Германии, дети идут в августе в школу. Где-то идут в октябре, а в нашей стране... Да, в США они уже учатся, уже 2 недели как учатся. Видите, а потом говорят, что, как говорится, в постсоветских странах дети плохо живется. На самом деле дети гуляли где-то вот в нашей стране где-то с конца марта, с начала апреля. Хорошо проводили время. Вы сами представляете, если с апреля месяца были каникулы до сентября. Я не знаю, в школе, если бы мне такое рассказали, мне даже не могло присниться в самых хороших радужных снах, что такие могут быть каникулы. После таких каникул, скажу честно, конечно, идти учиться или еще что-то делать очень сложно, тяжело. Однако учебный год начался. Вот где-то он начался приятными сюрпризами. В Беларуси он начался с сюрпризов неприятных. Ничего не поделаешь, могли по-разному эту ситуацию разрулить. Разрулили как есть, когда нет интеллекта, разруливается все через одно место. Стефаныч, ты вот людям рассказываешь, как будто они вообще в курсе. Ты им так говоришь, как будто какой-нибудь смотрит нас человек в Томске, например, или в Албании. Рассказываю, да, в Албании, да, рассказываю, кто в Томске, в Албании. В Минске сегодня были демонстрации студентов, из нескольких вузов они вышли на улицы. Вместо того, чтобы с ними поговорить, и эти демонстрации обернуть дискотеками, танцами, перформансами, этих людей просто многих избили, арестовали и так далее. То есть неумение вообще, нежелание с кем-то идти на какие-либо диалоги и вообще общаться с молодежью привело к обычным результатам, да. К тем результатам, которые во Франции в 60-е годы привели к студенческой революции, к тем результатам, которые двигали молодыми людьми, начиная даже с революции 17-го и 5-го года. Дело в том, что есть особенности возраста, да. Люди, ну, всем известные, люди 15-18 лет, у них есть такая особенность, что у них у большинства подавляющего этих молодых людей нет страха смерти. Это прекрасное чувство. Вот с возрастом появляется вообще ощущение окончания бредного существования, что вообще несколько изменяет мироощущение. У молодых людей его нет вообще напрочь. Как сказал один известный военачальник, я предпочитаю солдат до 18 лет, поскольку они чувствуют себя вечными. Вот у этих детей вообще нет ощущения у многих страха, что использовали многие власти, многие там известные политические манипуляторы на протяжении столетий. Крайне важно, да, уметь общаться с этими людьми и работать с ними. Вот в Минске был ужасающий неправильный пример отсутствия понимания психики этих людей молодых и желания вообще с ними работать как-либо. Кстати, обрати внимание, могли 1 сентября вообще сказать, а вы знаете, у нас вот коронавирус, количество коронавируса, людей заболевших, к сожалению, увеличилось. Мы просто онлайн начинаем год, и все эти молодые люди оставались бы дома, им прислали задания, они что-то там выполняли. И так бы можно было продолжать до октября-ноября месяца, то есть не собирать этих людей в одном месте, да, и в огромном количестве. Но власти почему-то, я не знаю почему, то ли там вообще уже интеллекта не осталось ни на грамм, они решили их собрать большие массы. Тем более в Беларуси, в Минске, в частности, есть там студенческие городки. Есть, в конце концов, социальные сети, где информация разлетается за секунды вообще. Их решили собрать, и то, что получилось, получилось. То есть никто не захотел никак не осмыслить, не переосмыслить, и создать вот такую нехорошую, очень некрасивую ситуацию, которая получилась нынче в Минске, а именно сегодня. Я еще добавлю, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея БГУ. Все его там ждали, что он 1 сентября придет туда учиться. Это Николай Лукашенко, это младший сын Александра Григорьевича, который вместе с ним ходил с автоматом и одетый в военную форму. Я вообще даже не представляю, где ему в Беларуси после такого можно было бы нормально учиться, конечно. Есть раздах школы или рядом, которая сделана, по сути, под него. Он может учиться до 11 класса. Вообще мне, по большому счету, маленькому и среднему, как великому гуманисту или маленькому гуманисту, жалко этого человека. Мне тоже, на самом деле, жалко Николая. Он хотел учиться заниматься биологией, ботаникой, химией. Я даже думаю, что в лицее из него могли даже человека сделать, вполне возможно. У каждого человека, вы уж извините за банальность, пошлость, можете написать кучу гадостей, нехороших вещей. Человеку, который 24 года в том числе занимался педагогик, преподаванием и так далее, работая с людьми, в каждом человеке, какие бы он ни совершил поступки, какой бы у него ни был бэкграунд биологический, генетический, и в нем есть то, что его отличает от животного мира, от человеческой. Просто если это человеческое культивировать, то не надо никого делать человеком. Просто дать возможность развиваться в ту сторону, в которой у него лежит предрасположенность, душа. В то, что он хотел делать. Человек хотел заниматься биологией и химией. Обратите внимание, он же не подал на политические науки. На, извините, гуманитарные науки. На все эти странные предметы типа истории, философии, психологии и другие кошмарные дисциплины. Хотел заниматься какими-то практическими вещами. Однако, видите, у него, к сожалению, не получилось. Я бы был только за то, чтобы он спокойно ходил, занимался. Его никто не трогал. Он смог сам проектировать, создавать свою собственную жизнь, как ему нравится. Но часто люди обычные, совершенно не имеющие отношения ни к власти, ни к насилию, они не в состоянии проектировать, либо каким-то образом активно до определенного момента оказывать влияние на свою судьбу и на то, что с ними происходит. Это, к сожалению, очень плохо. Часто многие люди, это так своего рода такие, знаете, заложники истории, заложники обстоятельств. Причем очень серьезных. Это ведь обстоятельства. Ну, да, но в каком смысле Николай заложник истории? По-моему, заложник только одного человека сейчас. Я не думаю, что если бы его батя не таскал на все эти события и вот так его не использует... Я считаю, что он его как-то использует даже таким образом. Не знаю, или он его пытается на себя сделать похожим. Я не могу даже представить, что движет Александр Григорьевич, когда он... Понимаешь, тут есть несколько механизмов. Первый механизм весьма, так сказать, травмирующий, очень нехороший, который в постсоветских странах был в Советском Союзе, называется воспитатель настоящего мужика с кованными яйцами. То есть считается, что если вставать в 6 часов утра, 150 раз подтягиваться на перекладине и 200 раз там жать штангу от груди, потом заниматься боксом целыми днями, то вырастет настоящий мужик. Вот подобным образом, извините, воспитывали одного человека, у которого нетрадиционная ориентация, но он все равно потом, спустя долгие годы, очень травмирующий, нехорошего опыта, все равно по-другому организовал свою жизнь, скажем так. Это ты про кого? Я не буду говорить, называть этого человека, а есть еще люди, которые бы, наверное, уже могли, хотели бы организовать иначе, но они уже не могут. Ну, вообще, подожди, странное дело, ты вот сейчас перечислил вещи, которые, в принципе, для взрослого человека полезны. И вставать рано, и заниматься физической нагрузкой, ну, может, только бокс, я бы бокс все-таки убрал, знаете, в голову, когда... Ну, понимаешь, и не только бокс, еще занятия всякими военно-прикладными, как бы, дисциплинами и так далее. Дело не в этом. Дело в том, что каждый человек, он может организовать свою жизнь по-разному. Есть великие спортсмены, как мы уже приводили, пример известного баскетболиста, которого папа военный, да, там, бывший, смотрел, как он сидит целыми днями на площадке и ничего не делает. И он думал, что сын его будет тудеяться безобразником, а он стал суперзвездой НБА. Потому что у него просто был талант. Потом он сам стал заниматься баскетболом, а не бейсболом, которому папочка там активно навязывал. И он стал суперзвездой, лучшим игроком НБА. Да, я про Джонсона говорю, да, и... Про Майкла Джордана, я думаю. Джордана, да, извини, Джордана, прошу извинения, да, я оговорился. Масса таких примеров, да, тоже с Николаем. Николай, он, в принципе, пытается найти свой путь, он пытается быть самим собой, насколько это возможно, в нечеловеческих условиях. По поводу истории, да, как влияет история. История могла вообще совершенно пойти по другому вектору и сложиться иначе. Если бы сразу, мы уже говорили три раза, после выборов был создан комитет, где собрались бы представители общественности, администрации, они стали вести консультации и все это говаривать. При этом нынешний существующий президент остался бы у власти, все бы переросло в говорильню, все бы затянулось и кончилось ничем. Кстати, по сути, как сейчас происходит, очень большие протестные митинги, совершенно бездарные, но продуманные, скажем, политтехнологами действия оппозиции. Потому что многие высказывания ведущих оппозиционеров, создание партии под странными названиями... Слушай, давай немножко позже вот про создание то, что там Бабарико создал. Я на самом деле очень хотел обсудить с тобой митинг женщин, который прошел, потому что вот из всех протестных акций этот меня больше всего задел. Я так понимаю, что у тебя как раз сегодняшние студенты, потому что ты ближе к студентам, я ближе к женщинам, знаешь, кому что ближе. Если я вы... Я буквально за 5-7 минут... Вообще сегодня, Ванна, скажи по секрету. Ванна, скажи уже, да, пригласили меня на встречу с министром иностранных дел. Вот. Я нехорошо поступил, сделал все, чтобы туда не пойти, не пошел. Потому что я чувствовал, что я первое... Понимаешь, я бы задал вопросы, которые я хотел задать вот лично господину Макею. Но я знаю, что он человек зависимый, и он ничего не решает. А это принесло бы ему невероятные страдания, потому что у него жена режиссер, и в принципе он общается с некоторыми интеллигентными людьми, но это бы ничего не поменяло. Это бы макея жалеешь. А ты знаешь, а мне жалко всегда слабых людей. Слабых мужиков таких, подкаблучников, которые зависят, которых там шпиняет начальство, шпиняют жены сильные. Которые, блин, вот хотели бы... Смотрите, он сделал три заявления, они все настолько двойственные. Он как бы говорит, ну давайте перетерпим, дал в последнем заявлении, давайте вот подождем. И вот что-то изменится, он же почти уже близок, да, там. Почему я здесь кого-то не хотел слушать, и вообще меня ситуация вчерашки глубоко возмутила. Метрополита Кондрусевича, неоднозначного человека, его просто не пустили на территорию. Вы представляете главу католической церкви, который является гражданином Беларуси, неважно даже кто, гражданин Беларуси, его не пускают в Беларусь? То есть вообще никак, без какой причины. То есть вот просто... Да, напоминаю содержание предыдущих серий. Кого лишали гражданства, а именно советского, да, режиссера любимого. В интервью, в последнем перед смертью, он сказал, что в Италии к ним зам консула приехал, он находился в то время в Италии, ему прислали эту бумажку. Далее, это касалось там Солженицына и массу-массу других людей, вы можете посмотреть историю. Здесь та же история. Человек хотел вернуться к себе на родину, его просто не пустили. Ну, пожалуйста, Стефаныч, какая это та же история? Если там советская власть хотя бы делала видимость законности, хотя какая законность лишить гражданства, то тут человек с гражданством, без каких-либо уголовных там, или даже гражданских дел против него, он возвращается на родину, и его не пускают туда. Тебя сейчас не слышно было. Да, извини, сейчас слышно меня, да, надеюсь? Неописуемая ситуация, 30% католиков живет на территории Беларуси, это очень активные люди, которые приносят огромную... Дальше, пользу для бюджета и всего остального. Давай все-таки объясним людям... Подожди, да, еще вторая часть истории. Почему лично меня затронул? Помимо Кондрусевича, многие его высказывания я не одобряю, многие одобряю, но я знаю, что это глубоко порядочный человек, глубоко честный человек. Он даже в своих заблуждениях, он честен. Более того, он делал и делает очень много для обычных людей. Вторая часть этой истории. Червоный костел, красный костел, можешь показать, он находится в самом центре Минска. Он построен еще, если не ошибаюсь, в 20-30-е годы до войны. Его заблокировали. Его заблокировали, закрыли, сменили замки, и люди не смогли попасть. То есть люди были лишены доступа к святыне. Сменили замки, я поправлю тебя. Сменили замки, неважно. Дело в том, что этот костел был домом кинематографистов. Там, кстати, выпивали, хулиганили многие люди, включая Володю Высоцкого, многих других. Не в этом дело. Когда это был домом кинематографистов. В конце 80-х годов общественность и в том числе Ксен, Владислав, многие другие стали выступать за то, чтобы это стало обратно костелом. Я несколько раз посещал эти митинги, молебны, которые были направлены на то, чтобы вернули этот костел. Более того, история более глубокая. Старость этого костела до 37-го года был брат моего прадеда. Его вместе с Ксензом этого костела в 37-м году арестовали и расстреляли в Куропатах. Более того, скажем, квартиру и дом, где жил этот последний Ксен, сдавал. Он жил в доме моего прадеда. Иосифа. И это страшная очень история. Это страшная история нашей семьи, когда людей похитили и расстреляли. Поэтому у меня особая связь вот с этим местом. Мне это напоминает и 37-й год, и другие невероятные репрессии, которым подвергалось наше государство. По линии бабушки, я коренной меньчанины. Потому что весь этот садизм, когда людей загоняли в костел, когда их не выпускали и так далее. Здесь власть, на мой взгляд, и министры, и руководство страны должно просто попросить прощения у Кондрусевича, у людей, которые подвергаются таким страшным преследованиям. Потому что, возможно, кстати, люди их простят, как христиане, не должны будут их простить. Но никто, даже намека, дело в том, что Кондрусевич попросил, не попросил, он предложил встретиться с министром внутренних дел. Ответом на встречу с министром внутренних дел было то, что его не пустили в страну, при том, что он является гражданином страны. Это страшный позор, это кошмар. И здесь я не знаю, что должны власти сделать для того, чтобы люди, в том числе отдельные католики, их простили. Власть испугалась, пошла на попятную. Сегодня заявили, что все костелы в Республике Беларусь будут открыты. Но этого мало. Более того, было заявлено, да, вы знаете, неделю назад, вернее, не знаете, вы не знаете этого, скорее всего, отменили программы, это трансляции служб. Почему они важны по госрадио? Потому что многие пожилые люди, сейчас ковид, и многие люди слушают их по радио, включая людей очень заслуженных, да, которые всю жизнь работали, или сейчас они боятся, не хотят ходить далеко, или они немощны просто, они больны, не могут выйти из квартиры. Их лишили этой возможности. Этот весь садизм и все это безобразие, которое творится, глубоко, вот лично меня возмущает. Возможно, нашим, как бы, слушателям, зрителям это неинтересно, но это очень хорошо. Я думаю, интересно. Я хочу, давай я экспозицию расскажу, то есть, чтобы люди вообще понимали состояние дел, почему Красный Костел тут участвуют и так далее. Во-первых, вы должны понимать, что в Беларуси примерно 30 на 70 католиков православных. Вот, Стефаныч, у нас католик, я православный, и это вот эти... Дружим, уважаемые. Да, да, у нас нету каких-то столкновений вероисповедания внутри страны, хотя раньше всегда... Да, кстати, обратите внимание, да, еще, Алексей, извините, у нас еще есть иудеи, с которыми мы невероятно хорошо дружим. Это наши товарищи, это наши братья. Есть мусульмане, с которыми у нас прекрасные отношения. Целые деревни есть мусульманские, с которыми мы прекрасно тоже ладим и совершенно толерантно, совершенно прекрасно дружим и вместе сотрудничаем. У меня есть друзья, товарищи совершенно разных национальностей вероисповеданий, да? Да. С которыми мы вместе работаем. И это совершенно... работаем, живем мы и так далее. Здесь это является крайне важным моментом вообще социума белорусского. Потому что белорусы выступают не против какой-то нации или национальности, а вообще за то, чтобы произошли какие-то позитивные изменения, полезные для всех. Так вот, на главной площади Беларуси, на площади независимости в Минске, единственное религиозное сооружение это вот этот красный костел католический. То есть это вы можете себе представить, как на красной площади собор Василия Блаженного, вот это примерно такая же для Беларуси... Беларуси, ну, он не такой старый, ему, по-моему, 100 лет только, если меня не изменяет. Ну, больше 100 лет, он в конце 19 века был построен. Но это очень приметное для Беларуси здание. Он только после вот развала Советского Союза его обратно вернули католической церкви. И когда проходят эти все митинги, происходящие там, очень много народа прячется в этом черном костеле от ОМОНовцев. Вот так это происходит. Неважно, кто они, католики, православные, кто угодно, всех туда пускали. И в одном из недавних митингов, не знаю, сколько это, позавчера было или что, ОМОНовцы сначала заблокировали вход в этот костел, и никого туда не впускали и не выпускали. А вчера просто там кто-то сменил все замки. Чтобы не настоятель, как это называется, регент этого собора, видимо. Ксенц. Ксенц не мог ничего, никак никого не впускать. То есть это, я просто вспоминаю на Украине во время Майдана, когда всех впускали в церкви, и там хотя бы, ну, власть как-то догадывалась. Знаете, это священные места. Это не как это называется. Ну, место, где никакие войны не происходят. Как это слово-то? Санктуарий. Это санктуарий, понимаете? Вот место, где вы... Все противники могут спокойно не драться, не ругаться друг на друга. Но когда даже там тебе начинают показывать, что и там ты будешь получать все равно. И всех людей, которые... То есть, здесь дело даже не в Кондрусевича, а вот власть пытается наказать тех, кто хоть какую-то помощь людям оказывает. И сразу идет наказание. То есть, ах, вы так, значит, Кондрусевич в Беларусь не возвращается. Альбердич, ну нужно сказать... Еще, кстати, вот вы видите... Так, Влад, я тебя опять не слышу. Ты опять пропадаешь. Вы еще посмотрите. Вот вы видите на картинке красный костел. И вот справа... Слева, извините. Вот если лицом к нему встать, то слева от него находится дом правительства. Вот это дом правительства. И вот за этим вот белым... Вот этим корпусом сразу же стоит памятник Ленину, например. Тут все рядышком. И вот именно там, наверное, Лукашенко выступал. Там парламент Беларуси, типа, заседает. То есть, это все рядом находится. Давай, Стефаныч, не слышно тебя было. Ты там возмущался что-то, но... Да, не-не-не, нормально. Все нормально. Я просто говорил, что Червоный костел это еще и культурный центр. Там проводятся лекции, проводятся концерты. Проводятся различные семинары по темам гуманистическим, религиозным, по совершенно разным. Там, допустим, вот этот человек, уже достаточно пожилой, Владислав Завольнюк, который сделал очень много для того, чтобы этот костел вообще стал костелом. Да, он до сих пор там работает. Он, допустим, недавно сделал очень оригинальную акцию. Он на таком моноколесе, или как это называется, он проехал, сделал пилигримку, то есть путешествовал по белорусским святым местам. А он много очень работает с молодежью. И, на самом деле, там работают разные милые люди, которые очень хорошо, кстати, сотрудничают с православной церковью. Давай мы перейдем к следующим новостям, потому что было еще очень важно. Я все еще хотел про марш женщин поговорить. Да, прошу, прошу. Каким-то образом мы к Андрусевичу перешли. Вот это, конечно, очень сильно было, потому что было видно, как ОМОНовцы не знают, что, собственно, с женщинами делать. При этом, ну, это так странно выглядит, когда в толпе ищут хоть одного, хоть какого-то мужика, и его задерживают. Например, прямую трансляцию, ну, там много кто вел прямую трансляцию оттуда. Радио Свобода вела прямую трансляцию, и через 40 минут бедные ОМОНовцы больше никого не нашли и задержали, задержали всю съемочную группу Радио Свобода, что они себе мужчины были. В итоге женщины стали просто подбегать к мужчинам, вешаться на всех них вокруг, чтобы их ОМОНовцы не забрали. И тогда ОМОНовцы не забирали. Это какое-то, знаете, ощущение в каком-то детском садике. Это сюрреализм. Да, сюрреализм просто вот конкретно. Да, понимаешь, дело в том, что это, как я называю, очень подростковая революция. Она очень революция, вот эти попытки к изменениям, они очень подростковый характер имеют. То есть эмоциональный, очень наивный. Вот смотрите, 23 года, сколько там, 24. Что, фальсификации не было? Неизвестно, какими способами милиция. Да всем было все известно. Но вдруг в какой-то момент люди совершенно идиллически, наивно решили, что это можно изменить. Да, и, в общем-то, нашли каких-то людей, которые весьма тоже наивные и бездарно действуют, да, которые как бы типа руководствуют этого движения. Движение это, на самом деле, это такой глобальный праздник послушания взрослых людей. Когда люди устали от чего-то, настолько глобально устали, что им нужно что-то предложить взамен. При этом власть активно, как совершенно консервативный взрослый, отворачивается спиной и вообще даже не хочет вести разговор. Как бы не было поздно вести этот разговор, надо немедленно повернуться лицом и попытаться диалог какой-то вести. Кстати, у того места, где ты жил, Альбертыч, произошла странная, очень трагическая вещь. Занимаются наследственные органы, нашли как бы там был убитым человек, который вроде как был на протестах. 53 года ему, но его нашли как-то раньше, универсалма Рига, и вообще какая-то мистическая вещь. Сейчас идет разбирательство, надеюсь, что он не погиб во время протестов. Вот сейчас я поставил на паузу видео, вот эта бабушка с флагом, она тоже стала в некотором смысле символом протеста. Ты не скажешь, как ее зовут? У меня что-то вылетело из головы. Ты знаешь, я тоже забываю, я ее честно видел раньше. Но в самом деле она участвовала до этого во всех протестах, человек достаточно активный. Ей 70, я помню, что ей 73 года, вы уж извините, о женщинах некрасиво говорить сколько ей лет, но этот человек очень уверен, и она сказала вот ее фраза известная, мы гуляем. Она, ну скажем, вообще мы гуляем, это не лозунг революции, к сожалению, на мой взгляд. Какие-то требования, но с другой стороны, это состояние людей, многих, которым хочется что-то изменить, которым вот хочется просто гулять, хорошая погода, и хочется просто жить лучше. Это, почему я говорил, подростковая революция взрослых людей. Вот эти подростковые идеи о том, что с изменением или уходом одного человека станет лучше, на самом деле на 90%, конечно, к сожалению, потом не подтвердят. Но важным для людей является сопричастность к чего-то большому, сопричастность к чему-то важному. И люди давно это утеряли, и здесь они получают от этого сейчас немедленное удовольствие. Именно так. Именно то, что, например, происходило в Украине, то есть ощущение, что ты, как народ, можешь что-то изменять, что ты вообще причастен к своей жизни. Ты можешь это к худшему изменить, но не в этом дело. Когда ты управляешь, когда у тебя есть ощущение, точнее, того, что ты управляешь своей жизнью, это уже совершенно по-другому тебя поднимает с утра, совершенно по-другому мотивирует к жизни. И, кстати, опять же, на стоп-кадре я хотел обратить внимание на ее костюм. Она вот одета в национальный костюм, но он очень похож на литовский скорее. Я бы сказал, что это с северной Белоруссии вот такой костюм, потому что он не совсем славянский, он больше вот такой на балтийский похож. Можешь просто обратить внимание зрителей. Да, Стефаныч? Я хотел сказать, кстати, ты завел речь об Украине, вспомнил. Я бы хотел поблагодарить моих украинских друзей. Они мне предложили, если что, скрываться там в Киеве или жить в Киеве. Предложили помощь. Огромное спасибо за это предложение. Я буду оставаться здесь по возможности. Если бы я хотел уехать, я бы, конечно, это намного раньше сделал. Если будет уже, конечно, полная, так сказать, проблема с безопасностью, я, конечно, сделаю это. Далее спасибо друзьям из России, из Москвы в частности, которые мне звонят, спрашивают о том, что со мной происходит. Беспокоятся. Им тоже большое спасибо за это. Кстати, совершенно, конечно, возмутительная тоже позиция была Путина, который решил ввязаться и испортить имидж раз и навсегда у целого народа о российском государстве, который предложил фактически военную помощь. Лукашенко. Ну, не знаю, уже история известна, чем закончилась с Украиной. Если он хочет, чтобы его союзниками остались гастарбайтеры, которые в молоденькие работают из азиатских республик, и, так сказать, товарищи из-за Кавказья, которые сами хотят независимости многие годы и длительное время воевали против России с оружием в руках, он может остаться. Осталась только Беларусь. Хочет, чтобы, собственно, получить сопротивление на долгие годы, ненависть населения, он может это организовать, то, что он сделал на Украине. Ощущение, что у человека в бункере отсутствие вообще какого-либо стратегического мышления. Он вообще не понимает то, что происходит, такое ощущение. Зачем делать такие заявления? Дело в том, что есть вещи, которые необратимы в истории. И вот русские должны понять и попытаться избежать этих необратимых, нехороших действий, которые приведут к крайне плохим последствиям. Я еще хочу, понимаешь, к нам постоянно приходят в комментарии люди, и мне там на другом канале пишут люди, которые... Ну, опять, идет какая-то странная пропаганда в России, которые полностью уверены, что если уходит Лукашенко, то Россия Беларусь теряет. Россия Беларусь теряет по тем действиям, которые делает Путин. Вы должны это... Ну, не знаю, кто там Путин, его советники, власть в России. То есть вы... Это... Ну, вот мы вам, как белорусы, об этом говорим. Не знаю, вы можете нам не верить, что... К сожалению или к радости, я могу сказать следующее, что 80%, что те люди, которые придут потом, если будут какие-то изменения вообще к власти, они будут прорусскими. Потому что они имеют отношение к русскому бизнесу, они приехали из Москвы, вспомните Бабарыку, это Белгазпромбанк, вспомните Тихановского, друга Собчак и других товарищей известных российских. Это русские... То есть это русское влияние. Поэтому можете... Да, это счет успокоится полностью. Знаете, я не экономист, даже я понимаю, насколько это бредово. Мне пишут, ЕС... Вот у нас 50% экспорта идет в Россию белорусского, да? Мол, ЕС нас откроет, нам свой рынок, и Беларусь... Вот то, что она посылала в Россию, значит в ЕС посылать. И мы все стране... На хера? Вот вы поймите, зачем это ЕС? Зачем ЕС белорусские товары? Вы... Альбертович, давай я скажу, какие товары нужны ЕС белорусские. Вот хочешь, скажу, и они есть уже. Сантехники, например, да? Нет, нет, нет. Помимо гастарбайтеров, которые, кстати, очень плохо уживаются в Европе. Украинские гастарбайтеры, которые готовы жить в одной комнате по 9 человек и питаться привезенными с собой... Да, которые полностью, как конкуренты, высаживают белорусских гастарбайтеров никуда. Потому что работают они в 3-4 раза дешевле, привозят с собой продукты, спят в одной снятой комнате и вообще не качают права. То есть здесь у белорусов такие конкуренты, что им просто нечего делать. Да. Какие товары? Да. Товары следующие. Значит, минеральная вода, она продается уже в Литве, в других странах. Дальше детские игрушки, калийная соль и еще несколько видов товаров, но это все. Все остальное. И эти товары уже продаются в ЕС, надо понимать. Они уже продаются, да. Квоты на продукты питания, на, не знаю, какую-либо технику, станки, одежду, они уже распределены между вообще действующими лицами в Евросоюзе. Никто белорусов на эти рынки пускать не будет никогда и очень не скоро, если вообще кто-то соберется их пускать. То есть все, история закончена. Совершенно понятно, что торговые какие-то, личные связи с Россией, они будут и останутся. Другое дело, какие они будут? Хорошие, добрые, либо настороженные, либо совсем плохие. Это уже зависит во многом от позиции Кремля сейчас. Я могу, знаете, так немножко поанализировать дипломатию Кремля, что им Лукашенко выгоден просто потому, что он сейчас становится слабой фигурой, и им легче будет управлять. И все, им насрать на белорусский народ, прямо скажем, на Беларусь саму, и Беларусь становится зависимой, хотя она и так зависима, но плюс еще и слабый властелин Беларуси, у которого просто сейчас нету никаких особо шансов, и он не может куда-то двинуться. А когда придет другой легитимный правитель, то он уже может там что-то взбрыкивать, знаете, им уже не поуправлять. То есть я думаю, что Кремль сделали ставку на слабую власть в Беларуси, им выгоднее ее сохранить. Вот и все. Кстати, я все жду, когда мы начнем обсуждать главную новость, потому что на самом деле мы обсуждаем локальную новость, уже целый час ее обсуждаем. Давай обсудим хотя бы одну главную новость, это, конечно, презентация чипа компании Илона Маска. Вот это главная новость для всего мира. До этого мы говорили о совершенно локальных вещах, которые, возможно, интересны людям. Вот как говорили известные, есть дела, есть делишки. Мы говорили о делишках, а вот именно наличие такого чипа и испытания на свиньях, это действительно невероятно важная новость. Да, компания Neuralink 28 августа провела презентацию новых вживляемых в мозг чипов, которые в перспективе могут позволить подключать мозг человека к компьютеру и помочь в лечении многих болезней. Что, короче, грубо говоря, знаете, вот если мы говорим про медицину, то врачи ориентируются на то, что мы им говорим. Они же не могут понять на самом деле, что у нас болит, какие у нас ощущения боли, в каком месте болит, как-то там вот покалывание или тупая боль и так далее, и так далее. В каком месте вот именно это локализовать. И одно из применений этого чипа, это, конечно, очень точная диагностика болезни будет. Алло? Да, я... Очень-очень точная диагностика болезни. Это одна из проблем медицинской диагностики в современном мире. То есть там, знаете, сразу начали прикалываться, как еще можно этот чип использовать, но, по-моему, вот это очень важная штука. Невероятно. Кстати, если он появится, вот в свободной продаже, вот ты бы, в общем-то, использовал, вживлял этот чип. Да, я, вот меня спрашивали, короче, я, конечно, за любой прогресс, мне это нравится, я бы с удовольствием попробовал, несомненно. Это просто мне интересно, то есть я не боюсь прогресса, знаете, вот многие люди почему-то думают, что прогресс уничтожит человечество, я, наоборот, считаю, что прогресс всегда был в пользу человечества. Просто люди, да, люди просто станут другими, да, появятся изменения. Как происходили изменения в организме человека? Безусловно, я от прапрадеда сейчас отличаюсь. Да. Я не работаю физически каждый день, много. Я не перемещаюсь, там, не знаю, на каком-то гужевом транспорте или пешком, на расстоянии, там, километров, сотен километров и так далее. Я уже другой. И я совершенно понимаю точно, что мои внуки, правдуки, они тоже будут другими. Отдельный разговор мы можем обсуждать здоровее, лучше они будут, хуже. Бог его знает. Меняется пища, меняются гаджеты, меняются окружающие. Согласен полностью с Альбертовичем, появятся, если, конечно, такие вещи. Безусловно, я буду их использовать тоже. Кстати, тоже касается прививки от ковид. В Беларуси, скорее всего, будут не то что испытывать, а применять российскую прививку. На 98% я эту прививку принимаю, потому что, первое, я доверяю тому институту, который еще создан в советское время, который разработал эту прививку. Ну и, собственно, я считаю, нужно использовать все способы для того, чтобы, ну, по крайней мере, изменить свой быт. Либо, по крайней мере, люблю всяческие эксперименты, почему не поэкспериментировать. Ну, да. И, несомненно... Да, кстати, меня удивило, кстати, один факт. Там, знаете, сейчас пошло обсуждение этой прививки. Кстати, русских от души и ученых, и людей я поздравляю, что у них вообще-то прививка есть. Все остальное – это борьба за рынок, потому что многие лажают, пишут всякие гадости. Безусловно, это рынок, и люди будут писать всякие нехорошие вещи. И один из людей во время обсуждения, он написал, что ни в коем случае не буду применять, при этом я знаю, что в молодости он кололся далеко, так сказать, не прививками, а очень нехорошими вещами. И мне хотелось в комментариях, я этого не сделал, но рука, так сказать, просто тянулась к клавиатуре написать. Дорогой друг, вот что, употребление всяческих, так сказать, наркотических веществ, оно что улучшает или оно что менее опасно, да? Почему ты не выступаешь против этой прививки нынче-то? Правда, это дело каждого человека, но я считаю, что каждый, не знаю, может дать себе шанс что-то улучшить. Это, несомненно, дело каждого человека. Проблема в том, что эти люди, которые против прививок, лишают выбора своих детей. В этом огромная проблема. Ну, слава богу, у этого человека трое детей, и они все уже в возрасте 17 лет. Они, наверное, сами уже выберут, что им делать, собственно, со своим телом. Но ты прав, да, родители часто лишают детей возможности бороться против болезней, к сожалению. Ну, я хочу еще напоследок новости культуры обсудить. Это заодно наша любимая рубрика по мотивам наших публикаций. Это про того человека, которого ты все продолжаешь защищать, про Михаила Ефремова, который вчера выступил в суде, наконец-то были заслужены его показания. Он сам официально сказал, что он не признает себя виновным, он не был за рулем, и параллельно еще хамил прокурором и... Не прокурором, кто там спрашивает? Наверное, прокуратура, да? Судем. Ну, не судим. Нет, не судим. Там прокурор попросил изобразить, как он накидывает ремень безопасности, когда садится на пассажирское сиденье. На что ему Ефремов ответил, что его съемочный день стоит очень больших денег, чтобы тут, типа, перед вами что-то изображать. Ну и, соответственно, тотально полностью... Слушай, это вообще кошмар. Вот то, что ты говоришь, неописуемый. Это в Москве ты называешь хамством? Я вообще подумал, что он снял, поднял рубашку, достал ремень, у него упали штаны, оголив все, что под штанами. И он закинул этот ремень и сказал, ну что вам, получили? Вот так я его закидывал. Да, и еще как бы там изобразил причинной частью какие-нибудь движения. Вот это хамство. А это, ну слушайте, это мелкая шалость. Это детский юмор какой-то, да, по поводу вот этой дорогого съемочного дня, который у него действительно дорого стоит. Понимаете? Должен ли человек себя защищать? Да. Должен ли он? Ему дали, конечно, адвокаты, так сказать, рекомендации, что ему говорить в суде. Я в прошлый раз об этом говорил. Он выполняет рекомендации адвоката. Адвокаты занимаются его делом. Адвокаты весьма скандальные и добившиеся в других делах успеха. Они знают, как работать в московских судах, они работают. Причем и Ефремов, и адвокаты работают как команда. Это все замечательно. Давай на это взглянем не со стороны несчастного Ефремова, а со стороны просто общества, которое на это смотрит. Будет ли для общества благом, если Ефремов выйдет из суда без, как это сказать, оправданным? Вот. Рассказываю. Ефремову должны после выхода дать орден за заслуги перед Отечеством. Потому что пока все смотрят, что делает там Ефремов в суде. Допустим, братья Виксельберги украли такое количество денег у русского народа под это дело. При этом не обращали внимания, что они творят. И какой уровень воровства и безобразия, и беспредела. Что Ефремова должны все эти люди коллективно сброситься. И ему в рост вылить из золота статую, осыпанную бриллиантами. И рядом должен бить нефтяной фонтан. Потому что все интересуются Ефремовым и не видят, какое безобразие, какой беспредел творится вообще с ограблением России. Вот и все. А Ефремов это клоун, который оттягивает внимание, так сказать, обычных граждан. В то время, как другие люди, как говорится, занимаются своими делишками. Ефремов прекрасный шоумен, он отрабатывает на 100%. За что ему, видимо, как актеру, должна быть огромная благодарность от других товарищей. Которые в это время вывозят, не знаю, все самое дорогое и не очень дорогое с территории России. Переводя деньги в американские и английские банки. Вот и все. Все очень просто. Ну, я, с одной стороны, конечно, соглашусь, действительно, что это отвлечение внимания. А с другой стороны, это тоже очень важная проблема. И она может повлиять на большинство людей. То есть это вождение в пьяном виде и наказание за это. Альбертыч, сколько было случаев, я уверен, когда там ментовские русские начальники, просто какие-то губернаторы, их прихребатели, во время аварии убивали просто людей, которые где-нибудь на 101-м километре в лесу заживали. И никто вообще никаких судебных процессов не делал. Есть Ефремов, это все шоу для того, чтобы показать торжество российского правосудия. А вот я уверен, никакого суда по Навальному, за того, что человека искалечили, отравили, вообще не будет просто. Ему скажут, что он в буфете там или до этого напухался с друзьями, и что натравился там, не знаю, какими-нибудь грибами или еще чем-нибудь, там, не знаю, бутербродом каким-нибудь в гостинице. По поводу Навального, кстати, как раз ты мне напомнил, тут нам большой комментарий написал к прошлому видео Максим Пушкин, и его... Так, а куда он делся? Почему я этого комментария не вижу? Короче, его мысль была в том, что... Вы что, думаете, что если бы Навального хотели реально убить, его бы не убили? Типа, как вы можете... Есть, слушай, есть такая... Да, есть такая версия, что вы решили не убить и искалечить. Да, чтобы вот, как бы, знаете, это такой добрый вариант, в кавычках добрый, искалечить настолько, что сделать инвалидом, чтобы другим было неповадно. Что вот каждый раз, я демонстрирую Навального, люди видели, знаете, как, знаете, вот там на Востоке древнем, да, там, когда людям отрубали руки, пальцы, они ходили и другие видя, это как бы должны были испугаться и не красть. При этом, не знаю, на рынках восточных продолжали красть, и были целые кланы воров, да. Вот это та же история, да, вот такое навести ужас, кошмар и так далее. Есть другие версии, что, собственно, там, газ до конца не сработал или плохо сработал. Есть версия, что это делали местные товарищи, которых он там разоблачил в последнем репортаже, и они не обладали той компетенцией, которой обладают московские, так сказать, специалисты подобные и так далее. Но дело в том, что любые дела надо завершать до конца, вот. Любые дела, даже самые негодяйские, разгонять надо до конца. Да, убивать до конца. Потому что тогда складывается впечатление, что власть слаба, что она может дать слабину, и можно в эту щель где-то выскочить, да, и, возможно, что-то делать. И вот эти полумеры, на самом деле, они уже ничего не остановят и ничего не изменят. Более того, современные политтехнологии к скорому времени, как я уже говорил, создадут и проявят, выдадут на гора целый ряд новых навальных или людей, которые будут заниматься подобными разоблачениями и хайповать на подобных вещах. Поэтому, ну, на самом деле, жалко только человека, который, возможно, может остаться инвалидом. Немцы люди очень дотошные, больницы-то очень хорошие, поэтому они будут копать, работать до конца, и, скорее всего, они его спасут. Просто в каком он будет состоянии, психическом, в каком он будет физическом, это вопрос отдельный, конечно. Да, да. Ну, в общем, Максим, у тебя был написан большой, огромный комментарий. Я не знаю, вот такое ощущение, что ты его удалил. Спасибо, пишите. Нет, так это... Ну, просто я не могу... Там действительно большой комментарий был, хороший, но удаленный. Тут вообще много комментариев. Вот последний к прошлому выпуску. Господи, как же вы двое далеки от народа. Да, в общем, это прекрасный... Да, страшно недалеки от народа. Вот эти вот люди, мне действительно, вот, мне это всегда нравилась позиция далекости от народа и даже от народных революций, скажу честно. Помните, был в каком-то советском фильме, это фильм, если не ошибаюсь, «Бронзовая птица», там был такой странный персонаж, в деревне жил, он назывался анархист-индивидуалист, кажется. Это был художник, странноватый, который вообще ни с кем не дружил и не подчинялся ни советской власти, там, ни буржуям, ни кулакам, вообще никому. Да, он как-то, на самом деле, немножко по-другому, но вот анархист-индивидуалист, это я переначал немножко, вот анархист-индивидуалисты Альбертович и Стефанович всегда с вами, они слишком далеки от народа, но они близки к космосу. Да, вы даже... К космосу спасибо большое, кстати. Мы ничего не понимаем, о чём мы говорим, мы вообще плохо образованы, мы... Я не знаю, зачем вы нас слушаете, действительно, смотрите, это поразительно, когда два необразованных, ну, давай, я вежливо скажу, чма, что-то впрягают и какие-то люди... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, чмо это ты, слушай. Хорошо. Чичто не я, да. Чмо и... Стефанович, почему вы нас смотрите и слушаете? Это поразительно, конечно. Большое спасибо. Да, да, была очень хорошая формулировка старая, это бич. Чего? Это человек морально обосранный. То есть мы не обо... Я себе это не... Ну, или опущенный, ещё говорит, человек морально опущенный. Господи, нет, не дай бог, нет, ни в коем разе. Это, не знаю, всегда стоял за себя руками и ногами. А вот было ещё слово другое, бич. Бывший интеллигентный человек, понимаете? Вот бичи, это отдельные люди, они жили на севере, там, занимались какими-то халтурками, такие полубомжи, но с интеллигентским бэкграундом. Вот, узники частого капитала. Ну, всё это шутки, безусловно. Хорошего вам дня, хорошего вечера, где бы вы ни находились. Бывайте здоровы, живите богато. Пока. Ха-ха-ха.